Мероприятие было организовано для родителей учащихся 9-11 классов с целью информирования о процедуре проведения государственной аттестации в 2017 году, а также о наиболее актуальных профессиях, в которых сейчас нуждается рынок труда, чтобы родители в свою очередь помогли своим детям определиться с будущей профессией и образовательным учреждением для поступления после окончания школы. В работе собрания приняла участие заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Она подробнее рассказала о муниципальном проекте развития кадрового потенциала, который активно разрабатывается с прошлого года. Мы задумали масштабную работу по возрождению кропотливой, результативной, эффективной системы профориентации школьников. Потому что, к сожалению, в последние годы она была утеряна, но в том виде, в котором она была и существовала в современных реалиях, она существовать уже не может. С докладом об итогах поступления учащихся в 2016 году перед родителями выпускников выступила директор управления образования. Она рассказала об особенностях сдачи государственных экзаменов в 2017 году, обязательных предметах и тех, которые учащиеся смогут сдать на выбор. Не следует выбирать большое количество экзаменов для сдачи. Четыре, максимум пять, включая обязательные. И уже целенаправленно к этим экзаменам готовиться. Кроме информации о предстоящих экзаменах на собрании, родители смогли узнать больше о профессиях, которые будут востребованы в ближайшие 50 лет. Об этом рассказала главный инспектор Центра занятости Кумертау Людмила Соломко. Также на мероприятии были затронуты темы развития городских предприятий, увеличение рабочих мест, перспективы для молодежи и многие другие. На сегодняшний день профориентационная работа очень важна, не только для вузов, но и для нас, родителей. Мы на таких собраниях получаем информацию о тех учебных заведениях, которые представлены в городе, о тех специальностях, которые могут получить наши дети, ученики 11 классов. Также присутствуют ученики 9 классов, то есть это среднее образование, по каким специальностям можно получить, не выезжая из нашего города. Мероприятие стало полезным не только для родителей. Руководители городских колледжей и вузов больше узнали о том, какие профессии интересны для молодежи и в каких кадрах нуждаются городские предприятия. Хочется пожелать всем удачной работы, успешной работы, чтобы в результате этого учебного года все наши выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и поступили в те учебные заведения, в которые они хотят. Но самое главное, удачно выбрали специальность, отучились по ней и вернулись в родной город специалистами. 22 ноября состоится собрание для будущих выпускников, на котором директора профессиональных образовательных учреждений представят свои заведения. На сайте администрации также выложена актуальная информация для родителей и выпускников. Каждый может получить необходимые данные о городских колледжах и вузах, а также узнать больше о профориентационном проекте «Команда будущего».